Всем привет! Сегодня с вами я, Иннастейшн, и в этом видео я с вами открою, попробую и рассмотрю космическое питание, а именно вот такой вот тюбик от фирмы Космопит. Он вот так вот выглядит, он достаточно большой. У меня это какой-то творожный крем с фруктовым пюре. В общем, попробуем и посмотрим. И не забывайте подписываться на все мои соцсети, на Инстаграм, Вконтакте, на официальную группу Вконтакте, Мизикалли. Все ссылочки вы найдете в описании, а мы приступим! Спасибо! Компания Космопит была основана в 2015 году группой молодых предпринимателей, объединенных общей идеей о создании специальной еды для космонавтов. Николай Поклад отметил, что данная продукция производится по рецептуре 1978 года, которая была создана для изготовления специальных продуктов для космонавтов, находящихся на орбите. Каждая упаковка содержит фирменный персональный номер, и также во время приготовления люди очень внимательно следят за качеством данного продукта и постоянно его контролируют. Ну, давайте посмотрим, как выглядит наша упаковка. Здесь находится такой тюбик в такой вот коробочке. Написана сама фильма Космопит. В принципе, ничего необычного, но очень даже оригинальная упаковочка. Здесь даже есть такая рекламка фильма Салютси. Вполне интересно. Все-таки космическое же питание, почему бы и нет. Вот такой вот тюбик. Написано, что, что входит в состав, что это вообще такое. Но я не терпится открыть и попробовать наш тюбик. Давайте откроем. Здесь есть вот такая вот наклеечка, я так понимаю, в которой нужно начинать на это открытие. Он очень интересно оформлен, и также сзади здесь есть некая тоже инструкция, а точнее состав нашего тюбика. И также инструкция в картинках, что нам нужно делать с этим тюбиком. Давайте посмотрим, что еще лежит в коробочке. Здесь лежит специально вот такая штучка, которая все время вываливалась из этой коробочки. Кто не знает, это такая штучка, когда закончилась паста или тюбик, и вы его вот так вот засовываете, чтобы выдавить. То есть вот так, проводите вверх, и выдавливаете все остатки пасты. Она тоже с такой вот штучечкой Космопит. Вот так вот прикольно оформлена. И написано, что это ключ для выдавливания из тюбы. Вот. Кто не понял, все, скажем. Да, еще здесь идет вот такая вот салфеточка. Салфетка антисептическая спиртопаря. 70% силиционка спиртопаря. Ажечка. Ух ты. Она тоже очень красивая. Здесь написано про салют-сель. И много чего еще интересного. Она вот так вот выглядит. Здесь даже такой рисуночек маленький. Очень красиво. Тоже здесь написано на фильмы их. В общем, такая вот бумажечка. И все, я так понимаю. И вот наша коробочка пустая. Но давайте прочитаем инструкцию на самой коробочке. Здесь написано, что для начала нужно вытащить тугу из упаковки. При необходимости разогреть, используя подогреватель Космогорелка. Но так как это творожная какая-то штука, то нам это не понадобится. Открутить колпачок и снять его. Ну что ж, давайте попробуем. Вот колпачок. Я его откручиваю. И снимаю. Пока даже ничем не пахнет. Потому что здесь, в принципе, все запаковано очень хорошо. Ну, знаете, такой набитый тюбик. Достаточно видно, что здесь очень много этого творожного крема. Предлагаю. Теперь нам сказано, что нам нужно протереть горлышко тубы и руки. Специально спередовой салфеткой. Давайте. Вот такая салфеточка самая обычная, но она у нас большая. Давайте сначала протрем тубик. Тубик. Давайте для начала протрем саму тугу. Потому что малолепкие на ней микробы. Теперь руки, чтобы они тоже были чистые. Теперь нам нужно проткнуть защитную мембрану тубы, прокалывать тюбик, расположенную на обратной стороне колпачка. Ага, в принципе, все просто. Открываем, как обычный крем, гель, вот такой вот штучкой сзади колпачка. Просто протыкаем. Наверное, его тоже нужно протереть, а то мало ли, кто-то лежал. Мало ли, что вообще лучше, перечень меда и все днем. Да. Чистюля. Прокалываем. Прокололся. Ну что тут? В принципе, здесь пока даже ничего не видно. Видно, что прокалывает. Вообще ничем не пахнет. Вот вообще. Нам нужно провернуть колпачок несколько раз. Видимо, оно мало. Но я уже провернула. Ну давайте еще раз. Ну да, все, оно открылось. Но мне ничем не пахнет, не знаю. И теперь можно наслаждаться содержимым кубом. Давайте попробуем. Очень даже ничего. В общем, в этой тубе содержится сладкий-сладкий творог. Не зерненный, никакой просто самый обычный творог. Со вкусом фруктового пюре здесь написано. Ну и чувствуется, что он с фруктами, потому что он сладкий. В принципе, ничего необычного в этом нет. Но очень даже, говоря, прикольно попробовать настоящее космическое питание. И очень классно, что у нас есть такие фирмы, которые их изготавливают. Потому что это очень интересно. И самое главное, прикольно. Поэтому я вам советую попробовать. Также я знаю, что такое космическое питание продается во многих городах. Но так как я живу в Санкт-Петербурге, то я нашла такое питание в своем городе. И я знаю, что оно есть с разным вкусом. Классная вещь, на самом деле. Вот интересно, как космонавты этим питаются каждый день. Круто. В общем, советую вам попробовать такую штучку. Ну а я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Ну, что вы не забудете поставить лайк, подписаться на мой канал. И сегодня с вами была я, Айна Стейшн. Пока-пока, до следующего видео. Они были предприниматели. Они... Ну да, ну да, конечно. Сейчас я типа второй раз. Я типа скажу еще хуже. И все как обычно. Не забывайте подписываться на все мои соцсети. Именно Инстаграм, ВКонтакте и Мюзикл Ли. Все садочки написания. Написание, конечно. И не забывайте подпис... Не забывайте. Компания Космопит была основана в 2015 году группой объединенных молодых предпринимателей, которые были объединены... Ага, штучка не вылетай. ...общими идеями о космических технологиях. И им пришла идея создать вот такое вот космическое питание. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова